Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, управление посредством времени будущего. В данной теме я показываю, каким образом создать время будущего, а затем уже управлять посредством созданной структуры. При этом надо рассмотреть время текущее, то есть необходимо в геометрическом варианте возле тела рассмотреть свечение текущего времени. И при этом надо как-то установить лично для себя, что время текущее — это всегда одна и та же фронтальная проекция всех внешних событий. То есть мы фактически имеем принцип управления, что рассматривая текущее время, независимо от этого строим уже время будущих событий. При этом мы всегда подразумеваем, что время текущее существует, но не обязательно мы рассматриваем уровень свечения оптического, исходящего от этого времени. Мы и так знаем, что время существует, мы находимся в этом времени, и поэтому построение времени будущего — это больше управление более близким уровнем событий. То есть можно просмотреть далеко вперед и все видеть совершенно явно, но при этом, когда мы говорим о временном интервале, мы все время связываем текущее состояние, то есть текущее время и какое-то следующее событие. То есть фактически речь идет о первичном построении некого процесса управления, например, на какой-то иногда короткий период. Хотя построение времени будущего часто — это есть и стратегическая отдаленная величина сразу. С точки зрения технологии вечного развития — это, конечно, бесконечная величина. Но в данном случае я показываю именно уровень личного времени человека, который существует возле него. И поэтому здесь нужно обязательно смотреть на то, что когда Бог занимается управлением, он и строит время, одновременно через время управляет, распаковывая как бы события. Можно так вот рассмотреть механизм управления. То есть события реализовываются из времени, как некий свет, который организуется из первичной среды. То есть если мы рассмотрим такое, в общем-то, абстрактное понятие, как время и рассмотрим связь событий, то получится, что внутри структуры времени события имеют другую связь, нежели ту, которую мы наблюдаем, например. Есть большая оптическая среда, и события фактически проецируются или ложатся на плоскость. И когда мы рассматриваем обратный процесс, то есть когда мы смотрим, как события вообще в самом времени находятся, то мы видим максимальное уплотнение каких-то событий. То есть чем мы дальше или чем в более плотное время уходим, где концентрация выше вот этого свечения, тем события как бы ближе друг к другу. То есть фактически это есть на уровне объективных событий, это есть какие-то там дома, например, да, вещества, и можно видеть, как идет уплотнение материи вот как бы этого материального мира. Так скажем, если мы хотим рассмотреть, как формировался материальный мир с точки зрения там макросистемы, то получается, что уплотнение времени приводит к уплотнению пространства и формируется, например, там плотная материя. Чем время плотнее, тем плотная материя получается более выражена как бы на микроуровне, то есть более жестко составляющая этой материи. И получается, что для того, например, чтобы вылечить заболевание, в том числе сложное или там какое-то тяжелое, часто нужно сегмент максимальную плотность времени просто вывести из структуры заболевания. То есть выделить вот просто в свечении максимальную плотность, как удельную даже плотность времени, взять и вывести из структуры заболевания. И получается, что в этом случае заболевание уже не проецируется на физическую реальность, потому что основная проекция там, где есть контакт с Богом, это максимальная плотность. Более разреженные системы, они пересекаются в оптике с другими системами. И получается, что мы создаем модель, когда или конкретное управление, модель в данном случае это есть сразу же управление, что мы можем моментально за счет пересечения оптики со здоровыми как бы органами получать здоровье по основному заболеванию, если такое существует. Получается, что если мы в данном уровне управления переходим уже к событиям, то в событийности мы попадаем в текущее время. Вот здесь надо обратить внимание, и принципиально разница существует достаточно четко. В организме человека время как бы отсутствует, то есть там структура вечности более развита. Как только мы переходим на действие организма в событии, начинается свечение текущего времени. То есть вот проекция времени, текущего в организм, достаточно слабая. Потому что действительно человек вечный, и когда он проецирует на события, то мы получаем уже конкретные события, и тогда мы выявляем текущее время. Но текущее время для работы, например, со временем будущего, это, собственно говоря, можно рассмотреть ее как некую динамическую платформу, от которой можно отправляться в управление, сделать опорное управление. Здесь техника больше как бы такая, что мысли, форма, например, или там даже духовный уровень опирается на текущее время, и как стартовая площадка делается управление, например, для построения будущего времени. Чем быстрее старт, тем, значит, будущее время более фиксировано, да, с точки зрения событий. Но ведь текущее время может как бы вот эта ось, она же, в общем-то, тоже подвижная, имеет определенную плотность, толщину, она может прогибаться. То есть вот здесь надо обратить внимание, что как Бог, например, стоит время, уже ниоткуда не отталкивается. И здесь надо вот сравнить, что когда работа идет через оптику, и к чему приводит вот эта прогнутость, да, к тому, что замедляются процессы управления в будущем. То есть вот здесь надо четко видеть вообще вот эту структуру времени. Если раньше, например, в управлении вы больше рассматривали как бы умозрительную характеристику времени, как таковую, то здесь это уже конкретно выявлен информация, которая действительно существует, как информация, как бы вот как продукция, некое, некое вещество, там даже, можно сказать, что это некая субстанция, которая существует объективно, так скажем, да. И вот она подвержена влиянию, там буквально там механического влияния, за счет воли можно долго действовать на структуру типичного как бы текущего времени. И начинается прогиб времени, то есть событие начинает удлиняться, вот механически просто. Пока событие раскроется, вот вы вспомнили дом по времени, пока вы образ его открыли, например, перед собой, ну там пару секунд или может быть миллисекунд. Если вы взяли вот этот путь, взяли и прогнули, сделая длиннее, ну как за веревку потянули, за некий канатик, то вы же дольше, вы на 3, там, миллисекунды, может быть, больше потратите. Получается, вы удлиняете структуру восприятия, удлиняет структуру времени за счет механического действия. А дом, как он стоял, так он и стоит, да, например, если он раньше уже стоял. Вот если дом построить в будущем, то это может повлиять на конкретный технологический процесс построения дома, причем более существенно, чем на тот дом, который стоит уже сейчас, да. Вот существует такая платформа, горизонтальная платформа материального мира, которая связывает текущее, будущее. То есть то, что ставится планом как бы воображения человека, его мечтами, мыслями и текущим временем. Вот если задуматься над тем, как вообще строятся события будущего с той зрения коллективного сознания, где все проецируется там в будущем физическую реальность. То есть по аналогии с тем, как делает Бог, он строит как бы одновременно в двух позициях. Просто вот платформа перемещается очень быстро. Ну если представить там как бы вот мячик для настольного тенниса и два мячика, значит ракетка ходит от одного к другому очень быстро. И получается, что оба объекта как бы существуют, но один в одном пространстве существует, другой в другом. И получается, что вот если мы начинаем уже как бы присматриваться в эти мячики, то здесь уже другой процесс, здесь уже духовное волевое построение. Вот отсюда видно, что мысли формы коллективного сознания в основном-то и рождают структуру этого мяча, скажем, да, здания или там события. Если в текущем времени мяч ближе по расстоянию просто, то тогда мы как бы больше управляем этим процессом, в будущем он может быть чуть дальше по расстоянию. Что будущее было абсолютно управляемым, получается, что, или по крайней мере приближенным к этому уровню, а в случае макро спасения мира это должно быть абсолютно управление будущим процессом. Получается, что здесь мы должны вот этот мяч, условно, да, какую-то вот информацию будущего сделать такой же плотной, как текущее время. То есть дух должен опознавать ее с одинаковой скоростью. Хотя геометрически она дальше, вот в оптическом выражении, но с одинаковой скоростью. Вот представьте, что вам нужно в будущем событии обязательно рассмотреть уровень как бы собственной реализации, и вы четко должны проследить все структуры развития, как бы в будущее событие. То есть личная структура развития, вы фактически как бы, ну, как вот на кристаллическом уровне, как кристаллы, да, они как бы врастают в динамическую структуру жидкости, например. И получается, что здесь вот есть специфический уровень как бы врастания, как одновременно, ну, некая, значит, магнитуда такая существует, колебательная, как вот в волне, такой вот достаточно большой волне, с мощной силой. И она как бы еще втягивает структуру в себя, вот, ну, то есть это мысль людей, кто-то что-то планирует и так далее. И вам, чтобы в этой структуре событий выработать, ну, как бы, единственное правильное решение, вам нужно совершать управление времени будущего, таким образом, что управлять непосредственно, например, ну, как бы от себя, вот с текущего времени, да, то есть строить время будущее, это есть тоже управление. Одновременно выводить можно на плоскость такое понятие, как время будущего и через него проецировать на события и нырять. То есть за счет многократного увеличения структуры времени будущих событий вы уплотняете структуру событий до свершения. И вот как только вы продиагностировали, что событие свершено, то есть оно свершилось, то вы видите, кстати, первичный уровень реакции происходит костной ткани. Вот, например, ну, почему, если вот абстрагируется то, что существуют какие-то процессы, например, там, в мире объективные, там, физические, гравитация, например, и, например, не рассматривать какой-то процесс, что, кстати, в основном к человеку, в принципе-то не относится, вот так называемая эволюция и так далее, а смотреть, как вообще человек устроен с точки зрения абсолютной картины мира. То вот первичный построенный объект, когда он зафиксировался и когда он произойдет, проецируется на костную ткань человека. И если мы, например, рассматриваем фиксацию, что такое фиксирующая система для человека, для тела человека, это жесткая позиция некая, да, ну, в общем-то тоже сопоставимо восприятие человека с костной тканью. И получается, что когда мы, значит, ну, поставим, предположим, задачу такую, что, ну, значит, человек реагирует, принимает информацию, ну, какой-то там тканью, да, какой-то жесткой системой. То есть жесткая система, как подобная, Бог делает подобные системы практически во всех, как бы, руслах управления. Получается, что если мы имеем уже совершенное событие, то мы должны какую-то жесткость иметь у себя, да, как бы фактологическую жесткость. То есть сознание, именно ментальный уровень, логически так устроен, что он реагирует именно на однотипность. Значит, что есть жесткое у человека, просто логически понятно. Это опорно-двигательный аппарат, например, да, значит, но мы же через кожу, ну, в данном случае нет, надо посмотреть постоянно через кожу, видеть опорно-двигательный аппарат. Получается, что мы видим, как бы, ну, некую интросистему, то есть реакция будущих процессов проходит через кожу, фактически, как бы, свечение изнутри, да, и мы воспринимаем свой организм. То есть, по большому счету, если мы рассматриваем будущие события, мы видим реальный физический организм свой, с точки зрения, ну, как бы, абсолютного пространства. То есть мы вот так смотрим, да, получается. И когда мы, например, в этом случае хотим, ну, там, скоррелировать какой-то процесс, там, если у человека есть проблемы со здоровьем, значит, выровнять, или какие-то сложные процессы их как-то оптимизировать, то получается, что здесь существует, особенно для сложных процессов, существует именно структура, именно, как бы, как бы, практически во времени, так скажем, тоже вырабатывание каких-то решений. Причем их очень много, как правило, но, как правило, несколько сразу. То есть у человека всегда есть путь находиться в будущем или мете, потому что траекторий несколько, то есть человек не жесткая система, он же, значит, может двигаться, и, следовательно, у него при реакции его среды в будущее всегда существует несколько возможностей обязательного решения какой-то ситуации, то есть позитивного для него. Вот здесь вот главное — успеть ухватить вот эту вот реакцию, то есть увидеть вообще, где этот фотон, как бы, да, так называемый, он вообще как фотон выглядит, как свет, просто они идут очень быстро, надо успеть в движении понять какой. Как правило, это делать просто, просто надо увидеть, какой доходит сюда, как бы, посмотреть с этой стороны, да, зайти в стратегическое макро-время, как бы, статичные, так называемые, структуры времени, где все есть время, так скажем, и оттуда увидеть, как, что в эту плоскость ударяется. И мы сразу туда, как бы, механический элемент сознания можно, как бы, зафиксировать на этом фотоне, так называемом, элементе света, и все, и событие свершилось, в любом случае причем. Ведь в структуре вечного развития события должно свершаться в любом случае, который нужен вам. Например, как человек должен жить вечно, он должен при любой сложности ситуации, что бы вокруг него ни происходило, обязательно реализовывать следующие свои события. Следовательно, он здесь обязан, как-то, вот, в элементах управления находить, вот, именно, более оптимальный вариант действия. Значит, в данном случае, вот это, как раз-таки, путь, который показывает, что, значит, ну, как бы, гибкая динамическая система, хотя отражение идет на структуру, как бы, внутреннюю, да, и мы получаем внешнюю фактически. То есть, все события мира у Бога попадают в его внутреннюю структуру души, и он формирует тело и всю физическую реальность, да, включая формирование собственной души. Он создает ее практически одновременно. И получается, ну, у Бога здесь процесс в этом отличие, что Бог может, значит, структуру души увеличивать, да, например, а у человека душа уже создана. И когда мы хотим подобное действие сделать, мы должны тогда, человек должен тогда работать через структуру души, вот, где объединение, как бы, временного контекста. Здесь разница только во времени сознания получается. Изначально, само время, изначальная структура создана уже у Бога, как структура всего будущего развития, то есть и будущее, и текущее одинаково. Человек воспринимает так, что он должен будущий вот этот фотон, будущее, как бы, поймать сначала, вывести в структуру текущего, и потом через осознание то же самое достигнуть, как бы, сознание к этому привести. Получается, что вот в данном случае само управление, сам процесс управления, это уровень, который позволяет, значит, здесь сделать, ну, достаточно много позиций, аксиом своеобразных, которые выражены следующим. Там первая аксиома, что время будущего, это все равно, что время настоящего, но спроецированное, как бы, на бесконечной среде пространства. Геометрически это очень просто выглядит. Мы берем, там, линию с будущего, текущее время и получаем пространство, как бы, абсолютно, которое существует просто само по себе. То есть, как построить элемент пространства, просто взять рычаг временной, но для этого мы должны зафиксировать время будущего, все равно построить опорную точку. Откуда идет свечение? Значит, мы должны точно знать вот эту вот будущую структуру управления, где хотя бы через секунду, чтобы будущее было определенным. Ну, секунды, в принципе, мало. Часто нужно строить, чтобы пространство было устойчивым, там, далеко вперед, там, хоть на миллионы лет, или там, на 10, 20, 35 и так далее. А если мы говорим о бесконечном уровне, то, фактически, мы должны строить в любом месте, то есть, любое, ну, как бы, действие духа, структура времени должно создавать текущее пространство. Тогда мы видим свое собственное участие в любых процессах, включая, там, социальные, политические и так далее. Здесь можно видеть, кстати, прямую связь вашего управления с каким-то событием в мире и видеть, вот, как вы в событии участвовали, там, либо продуктивно, либо у вас там не было времени, вы не обратили внимания. И вот, если, предположим, посчитать так управление, что вот не было времени, например, да, но есть еще другой уровень, дух существующий, да, дух вечный, там время всегда есть для совершения любого события вашего. Если вы фиксируете, что события там есть, например, управленец, который занимается управлением, занимается макроспасением, и он должен, там, всех научить, например, да, но он в этот момент делает что-то конкретное, и там, не так, например, много людей, или пусть даже много людей занимается, но кто-то не занимается. Тогда получается, что он видит впереди, что он в будущем может научить, его знания там будут переданы, или он сам передаст, как правило, он должен видеть, что он сам передаст в вечном развитии. То есть в вечном развитии каждый человек должен передать все знания, вообще говоря, лично получается. Фактор личностного. Почему человек обращается к Богу лично, лично к Богу? Потому что фактор личностного передачи, где больше контакта формирует время. Личностный контакт формирует время в абсолютном понимании. И когда мы приходим к понятию времени в абсолютном понимании, там уже проще. Там уже возникает жесткая платформа, и время, фактически Бог, и время, которое он дает, это и есть бесконечная величина. То есть время Бога всегда бесконечно для человека. Когда человек совершает молитву или делает управление в бесконечность, когда управление, он попадает именно в бесконечную систему действия. И здесь уже время отсутствует на логическом уровне. Почему для людей время и умозрительно, то есть они сами ввели его в управление. Например, сказали, существует время, или существует стол, или существует здание. Но оно же имеет абсолютно тот же оттенок, скажем, да? И есть абсолютное значение времени все-таки. Это все-таки величина, которая существует по определенным независимым показателям, например, от волевого 10 человек. Например, мы говорим, что существует стол, или существует здание. Ну, философский некий такой, как бы, ориентировочный, приблизительный, так скажем, подход, по аналогии с этим понятием. Но ведь стол существует во время, как в более массированной величине, все равно. И проекционный уровень, или здание тоже во время существует. И вот если мы вот эти вот, ну, шарниры, там, связи временные начинаем рассматривать, мы можем вывести одну некую универсальную ось времени, через которую видны связи, там, здание, где-нибудь стоит, которое в Америке, и конкретно этого стола, или конкретного события через именно связующие звено времени. Вот сейчас произошло, там, масса событий в мире, и они могут быть связаны оптическими линиями. Вот пусть они все в одной сфере находятся. Вот мы можем прочитать их оптические связи, если мы знаем излучающую способность, как бы, интенсивность времени, да, этого события. Для Бога интенсивность времени едина, поэтому он видит все одновременно, и поэтому, кстати, он, будущее все вполне, значит, регулирует, с точки зрения передачи знаний, и все-таки он видит абсолютное будущее, потому что он, чем дальше, тем больше определяет функцию равности событий, свет один и тот же. И дальше, бесконечно, он определяет свет человека, как уровень практически совершенно устойчивого свечения, бесконечного свечения. То есть Бог определяет во времени человека, как именно уровень, который дает вот этот свет. Он сразу видит человека, кстати, ему не надо куда-то удаляться, но бесконечно он видит именно устойчивое свечение, то есть он видит реализованную фактически вечную жизнь, причем сполна, во всех проявлениях. Следовательно, любой элемент света, там для Бога уровень вечности. Человек, излучающий вечный свет. И если мы хотя бы один элемент света введем, например, в ту же костную ткань, и посмотрим путь, как будто этой проекции на ткань, то можно видеть вообще весь организм и очень четко регулировать организм. То есть можно выводить там какие-то, значит, токсические вещества, какие-то можно вводить, наоборот, улучшать там без каких-то препаратов и так далее. Можно влиять даже на питание там или исключить питание на какой-то период, кто хочет и так далее. То есть это очень регулируемая среда получается организмом, потому что вы в этом случае видите как бы проекционную часть, именно динамическую подвижную часть и видите обменный процесс организма, а не часто вот тканево выраженную систему. Если вы хотите видеть всю тканевую систему, вы просто будете видеть себя. Но управление будет сразу попадать в клетку. И вы начинаете работать на клеточном уровне практически сразу, то есть без информативной как бы системы действия. Просто вот мысль и сразу клетка реагирует. Но вот именно надо смотреть, как я объяснил, через структуру проекционную, то есть статично определенную. Это, кстати, если так научиться работать более интенсивно, не обязательно только костная ткань, можно на фиксированных органах, которые как бы имеют более статичный вид и так далее. А потом переходить на клетку, потом вообще выйти за пределы клетки и так научить сознание работать возле как бы физического тела, потому что желательно всегда работать возле физического тела по возможности. И при этом сохранять ту же самую как бы диспозицию управления, которая построена как бы на трех ракурсах. Вход, внутренний уровень и внешняя точка зрения. И вот когда мы смотрим структуру входа, вот здесь принципиальное значение имеет как бы слепание структуры будущего времени и текущего. Потому что здесь есть проявление Бога в действии, в том, что Он передает конкретные знания. И когда Вы начинаете вот это вот действие рассматривать фактически как структуру уже частных задач, то здесь видно, что через любую частную задачу, через решение любой частной задачи, Бог передает знания всему миру. Почему вот важно решение вообще всех задач всех людей, именно в связи с этим планом, что вот напряжение одной задачи одного человека, там, хоть он только родился там или в глубоком уровне старости, так скажем, хотя он может молодо выглядеть, значит, все равно это и есть задача принципиальная для Бога. Для Бога не существует там понятия, что частная задача меньше по значению. Это вот в этом контексте как раз очень четко видно. Он через решение, как бы, ну, продвижение человека в своей задачи, он практически реализует картину мира, как бы протягивает мир, следующий иногда труднодоступный, в общем-то, для общества степень, да, так получается. И даже, скажем так, человек взял и продвинул структуру мира в бесконечном развитии, тогда получается проще там давать образование всем остальным, потому что один человек взял и протянул, да. Причем он часто может решать просто свою личную задачу, он может вообще не заниматься образованием, кстати, здесь. Здесь достаточно просто то, что он очень высокую концентрацию там возымел данный человек в душе, очень хочет ее решить, ну, она созидательна, по крайней мере, она не вредна никому, когда вот такие вот условия, и тогда идет решение. Вот здесь вот происходит преломление времени. Часто вы наблюдали, что когда вы очень сконцентрированы, там, перед экзаменом, еще какие-то ситуации, время как бы теряет свойства обычные, что ли, оно как-то видоизменяется, имеет другую структуру, даже на слух. Вот можно, понимаете, прослушать время там, когда на тонкий слух, так скажем, смотреть, как оно там вообще выглядит на звуке, или как в цвете оно видоизменяется, как структура цвета меняется, времени одного и того же события, да. И вот здесь видно, что концентрация волевая влияет на структуру времени, и вы получаете структуру собственного, фактически, тела, телоизлучающее. Тело, излучающее вот эту структуру, дает реализацию событий. То есть можно даже составить некий атлас излучения от тела, где рассматривать излучение временных именно контекстов управления. И тогда, меняя просто светооптику, как бы даже внешним управлением, ну, ничего особого не делал, потому что внешнее управление здесь меньше гораздо. Надо ресурсов, усилий, часто вообще никаких. Просто посмотреть на себя с нужной стороны. И вот если просмотровые точки рассмотреть, в большей степени они находятся перед лицом, а не со спины. Со спины там часто очень мало точек. И здесь тогда, почему говорю, часто зависит от ситуации. Надо в каждом случае рассматривать модель. То есть что вам нужно? Там экономическая задача, это один системный уровень. А если это там бизнес, экономика, вот даже понятие бизнес, это уже не экономика, уже другой контекст управления. То есть вот здесь вот надо просто, ну, в каждом случае, какой-то некий атлас управления, каждый человек может себе составить в этом плане. Главное просто, что сделать? Взять элемент сознания, вывести вперед и понаблюдать за собой. Поставить задачу там какую-то личную, там, или здоровье, или экономическую, и смотреть, что происходит. Вот изначально может быть такая ситуация, что человек полностью здоров, он себя воспринимает здоров, тогда что делать дальше? Значит, надо думать, какую задачу следующую ставить. Вот здесь вот элемент здоровья может возникнуть сразу при просмотре ситуации. Потому что как только вы ставите в нужную точку куда-то просмотр, вы попадаете в структуру нормы. Это важно, не обязательно что-то здесь двигать. Ну, здорово, хорошо, значит, смотрите дальше. Вот здесь вот именно принцип оздоровления как бы свершается. Эта технология, кстати, позволяет, вот именно интеграция времени текущего в будущее, как бы их слепание позволяет выбирать позицию здоровья в будущем. То есть вы наступаете, фактически, да, ногой в то место, где вы здоровы. То есть след, куда вы даже наступите, это есть ваше здоровье. И получается, что человек, если даже он идет просто по физической реальности, если там пару раз он правильно наступит, значит, он себе получает резерв здоровья. Вот здесь тоже надо быть внимательным. И это, кстати, конкретная технология. То можно ходить, ну, говорят же, что можно пойти в лес, да, действительно, можно, у кого есть время, там, например, может в лесу где-то иметь некую энергетику, там, дерево, но дерево все равно внешнее управление. И надо все равно понять, где вы делаете управление через дерево. Все равно вы ниоткуда же ничего не берете. И это пока вы там просмотрите взаимосвязи дерева там со всей макрореальностью, где ваш уровень контур вашей души выходит на вас, и получаете, предположим, то же самое эффект действия, да. А здесь, в этой технологии, вы просто увидели структуру, например, там. Причем это можно научиться видеть, прям, как идет свечение этого следа. Разница только в том, что, как правило, левая часть – это интервал текущего, правая – это время будущего. То есть уметь распределять сочетание и нейтральная ось, это есть пространство следа. Оно проявляется, спокойно ставите ногу, два-три раза наступили, и есть процесс точности. То есть, во-первых, это оздоровительная, кстати, процедура и так далее. То есть здесь много очень таких следствий, таких, как бы, полезных, получается, для работы. Не надо тратить время там, да, например, ездить к деревьям. Хотя это полезно, лучше деревья больше выращивать, но не обязательно туда ездить. Значит, и получается, что, как бы, ситуация здесь еще в том, что, кстати, эта технология позволяет, как бы, регенерировать кислород, вот, именно восстанавливать структуру кислорода, не производить, не создавать кислород, да, а если там есть информация о кислороде, то можно восстановить по матрице. Потому что время будущего при слепании, ну, как бы, есть один минерал, да, и такой же другой. Если их, как бы, просто взять, в диффузионный процесс ставить, то возникает в физике просто явление пересечения. Вот то же самое. Если вы воспринимаете, как бы, зрением, глазами, что есть кислород для вас, то есть воспринимает зрительный образ лучше, тогда можно взять, сделать слепание, и кислород реально, причем можно приборами там замерить, увеличивается. При этом вы, как раз таки, вот, факт создания здесь такой, что вы не создаете внешним импульсом, а вы просто его восстанавливаете в этой точке. То есть он здесь когда-то был, может, там, миллион лет назад, и вы просто его восстановили, и все. И когда, значит, когда вы начинаете двигаться в этом направлении, предложен там, в бесконечное будущее, то понятно, что вот через эту технологию за счет, там, элементов слепания, да, вы можете двигаться в бесконечное время. Вы ничего вообще не двигаете. Вы даже, вам даже создавать, в принципе-то, особо ничего не надо. Вам главное, там, создавать там пространство действия, где вы вообще действуете. Но это все-таки проще, чем создавать не только пространство здесь, но и все в этом пространстве. А если есть элементы восстановления, то, то есть регенерация, там, матричных каких-то восстановлений, например, как, там, создать технику будущего, предположим, там, какими свойствами она должна обладать, чтобы она не уничтожала человека и так далее, да. Значит, здесь процесс, в принципе, на самом деле, виден точно, причем абсолютно точно. В этой технологии можно увидеть пересечение, значит, это, знаете, ну, как вот канат плетется, то есть, значит, если брать ДНК, то там есть ограничения, а здесь вот именно структура вечного развития, время прошлого перекручивается с будущим, и возникает некая такая трость, даже, так скажем, как отрезок, внутри которого, это как некая палочка, прикоснувшись к вещи, например, можно видеть свойства вещь, то есть можно видеть опасную вещь, там, для человека в будущем развитии или не опасно, вот это можно, кстати, каждую выработать, может, себе такую, именно выглядит она, как вот, как некая палочка такая, светящаяся. Если к ней прикасаться, значит, ну, как мысленно ее брать и трогать вещь, то видно реакцию, ну, человек может так диагностировать машину, например, перед поездкой. Если фронтальный перевес идет времени, как бы, прошлого, время прошлое начинает больше проецироваться на задней части машины, значит, требуется ремонт, причем можно научиться видеть, потому что, что есть время прошлого, как бы, некий захват материальной структуры, да, более жесткого качества. Для движения это не очень хорошая характеристика, даже логически понятно. Лучше, если больше будет накат времени будущего, да, и машина больше все время будет в контуре будущего находиться, тогда ясно, что она в безопасной зоне находится. И, значит, здесь, когда уже по свечению можно, как бы, регулировать время будущего, более светлые, там, такие, ну, синеватые оттенки, голубого иногда цвета, а время прошлого, ну, может быть, там, синего цвета и так далее. И если, например, здесь мы имеем, предположим, управление такого типа, что нам нужно, ну, скажем, сделать структуру через некое абсолютное время, то получается, что здесь, вот здесь надо выработать, как бы, следующую схему управления. Например, нам нужно выйти через, ну, как бы, некую структуру абсолютного времени и, значит, находясь в этой структуре, как бы, управлять, например, времени прошлого, там, времени будущего, тогда вот здесь вот можно сейчас вот совместно такое управление сделать через структуру, как бы, совмещенного такого абсолютного времени, видеть, что происходит с времени прошлого и с времени будущего. То есть мы можем вполне здесь видеть, как бы, следующий ракурс, я думаю, вот это достаточно четко видно, что можно, например, видеть, как идет, ну, как бы, разворот своеобразный времени там прошлого, например, да, в время, например, будущего. То есть вот видно линии пересечения и структура именно абсолютного времени. И вот если мы, например, в этой структуре, ну, как бы, некое такое нуль пространства возьмем и начнем искать вот эти вот системы переходов, то получается, что время, например, вот этого вот, ну, как бы, прошлого времени, оно в очень большом отдалении имеет просто четко выраженные структуры, как бы, другого свечения. То есть там, можно так сказать, что, например, там золотистый цвет распознать, если на бесконечном удалении, то при приближении к этому цвету можно видеть, что вот время прошлого, оно, как бы, уплывает в структуру своей ячейки, в жесткую достаточно структуру. И можно таким образом расшифровывать все события прошлого. То есть их можно видеть, ну, как бы, управляющие становения, так скажем. Можно и влиять, там, тогда надо найти, как бы, геометрический центр этого времени и выдерживать это свечение золотистого. Потому что чем ближе, тем оно становится менее интенсивным и превращается просто в серебристый такой цвет. И получается, что, исходя из этого, вы получаетесь, ну, как бы, в управлении, с точки зрения элемента вашего сознания, как управляющий уровень, который при приближении к структуре управления начинает влиять на саму систему. И если вы держите управление на уровне, как бы, волевого плана, то получается, что здесь мы имеем практически, как бы, период такой, что, вот, мы фиксируем и нет перетока из прошлого элемента в будущее, и мы, как бы, управляем тогда будущим. Кстати, это тоже полезное свойство, вот, этого уровня управления посредством времени будущего, потому что отражение все равно идет от времени будущего. То есть ваш сигнал все время попадает в структуру будущего, и за счет отраженного уровня вы влияете на прошлое. В оптике это очень просто вырисовывается. Вот, если вы хотите, собственно, попасть уже в будущее время, то вот через тот же абсолютный уровень вы можете попасть, ну, как бы, в бесконечно отдаленную даже среду будущих событий, потому что в будущем любая среда, она может быть как бесконечной, так и приближенной, и вы вправе самостоятельно себя определять, какая точка в будущем обозначает какое время. Вот здесь есть очень хороший метод, позволяющий вам всегда находиться, ну, фактически живым и здоровым, так скажем, в любом будущем событии. Очень хорошее поле управления, где вы, не только вы, вообще любой уровень, любой объект управления имеет нормальную систему развития. То есть люди живы, здоровы, события благоприятно сказываются. Именно вы, как бы, само сложение событий воспринимаете как речь. Они, как бы, высказывают, ну, то есть вы даже видите, как бы, речь событий. То есть и про них можно рассказать благоприятно, то есть они, как бы, сказываются даже благоприятно. Значит, получается, что если вы видите изменение контура слова, да, бесконечности, в будущем бесконечности слова видоизменяются. И чтобы, например, сказать про какое-то событие бесконечности, нужно или менять окончание, или там увеличивать скорость произношения слова и так далее, или менять структуру расположения слов. И здесь можно увидеть, что, ну, например, текст, который описывает, ну, как бы, события, что ли, очень отдаленные, и вам нужно, чтобы текст был универсально понятным для всех времен, это будет другой текст, нежели текст, понятно, на ближайшие 100 лет, например. И когда вы начинаете работать, что текст понятен и сейчас, и понятен там в бесконечном уровне, то здесь вот как раз-таки переток во время прошлое, да, так скажем, попадает в структуру именно словесного отражения. Вот что интересно, здесь первичный уровень слова опять виден, как уровень информации за периодом времени. То есть сначала идет уровень слова, потом идут события времени прошлого. То есть время так устроено, что слово не попадает в контур соединения, оно попадает все время в самую начальную структуру, корневую. Звуковую форму, содержащую смысл, выбрасывают все время как бы управление на уровень бесконечной величины. То есть любой элемент, он же бесконечный в мире. Соответственно, если мы произносим слово здесь, то есть как бы выкручивается мощный такой, ну как бы центр, такой стремительный фактический уровень, который выбрасывает, как бы таким крутящим моментом туда оптику прямо это видно. То есть берете в структуру будущего, кладете, ну как милимаяком это, видимо, можно показать, как вот работает маяк, скажем. Событие просто отраженное, выбрасывает куда-то, маяк начинает крутиться. Слово, да, формировка вопроса, маяк начинает реагировать. Или мысли, мысли формы. И именно выброс в одну и ту же структуру попадает, ну в некоторых случаях он дает там правильную диагностику. Например, кто научился работать, то значит в основном работает правильно. Но маяк, это материальная, если, это информативная может быть среда даже. Если уже материальный перевод в материальную структуру, то маяк все время находит в структуре прошлых событий. Тогда, конечно, точность преуменьшается. Да, лучше работать информативным как бы маяком тогда уже. То есть научиться видеть структуру влияния и как бы диагностировать события. Но, в принципе, это как практика наблюдения за физическим, что ли, параметром вот этой оптической среды. Так-то сам по себе-то этот маяк, он, конечно, не нужен. Все равно видны все события. Вот так-то вы видите сразу все, а маяк, это точный какой-то уровень. Еще трата времени того же на задание вопросов и так далее. То есть надо стараться видеть структуру, не задавая вопросов. Как делает Бог? Он же должен что, создать сначала вопрос, потом сам же ответить. То есть Бог, в принципе, уже не создает вопросов, он сразу делает. И вот если мы как бы войти в структуру, где вопрос не создается, да, это вот такое особое состояние, достаточно оно приятное. Для человека тоже оно приятно. Оно выглядит как уровень управления, где все свершается, да, скажем. Тогда возникает элемент, а где вообще свершение, ну, берет Бог, например. Бог, ну, для него вообще все однотипный уровень управления. А, значит, он берет, значит, где-то в бесконечном удалении, что он видит наверняка, да, например, вот одна из точек зрения, удобная. Вот действительно так есть, Бог действительно берет в одной из позиций, в бесконечном уровне. Для человека это и то, чтобы было понятно, как вот мыслить человека, как ему научиться. Для человека подобный уровень, это есть действие как в бесконечном, так и в локальном текущем времени, вот, да, в этот момент. И получается, что, исходя из этого, значит, для человека управление в данном случае, ну, что ли, статусным таким своим состоянием, то есть работать, не создавая вопросов, например, это фактически очень быстрое решение как текущих вопросов, так и стратегическое управление, то есть он должен в какой-то момент быть в таком состоянии. Он контролирует на уровне познания, что он решает текущий вопрос, и стратегически ему, по крайней мере, понятно, он видит, что он там с ними работает, что он там, по крайней мере, есть. И когда вы два таких уровня управления берете, как бы, как уровень некий, ну, пусть даже, кстати, разовый, не обязательно это управление держать постоянно, хотя лучше постоянно, значит, но, по крайней мере, как можно дольше. А если такое управление у вас свершилось, и вы попадаете в абсолютную структуру будущего, вот здесь, кстати, можно знать, что существует действительно, кстати, вот это наверняка такая достаточно жесткая, конкретная формация, абсолютная структура будущего. Там всегда произойдет то, что видно. И здесь вот, когда человек движется к такому будущему, нужно, именно, имеется в виду, конечно, созидательное произойдет. Здесь нужно уметь, что ли, вот этот пласт двигать только одним единственным образом, который изначально дается Богом, ну, называется он там судьбой, например, да, значит, но лучше, когда этот пласт только хороший. То есть желательно, как бы, каким-то боковым зрением посматривать там за состоянием судьбы и двигаться, как бы, в лучшую, как бы, сторону, получается. Кстати, это действительно, вот, на фоне оптики выглядит примерно так. Но есть еще другие состояния, даже, как бы, они даже не как состояние, как некий элемент действия, как некая абсолютно статика, там, куда человек не смотрит, что бы он не делал, все равно созидательное какое-то макрособытие у него произойдет, ну, как бы, абсолютный прогноз. И, по возможности, вот эти вещи высматриваете в структуре управления временем будущего, потому что, если вы попадаете в эту структуру и вы ее опознаете, то все, сто процентов это произойдет. Ничего вы не в состоянии сменить этой системы. Хотя, так вот, логически, если так вдуматься, когда человек это знает, другие события протекают гораздо проще, но, как бы, логически, часто стартовых, что ли, вещей на текущий момент мало кто может подозревать, что некое такое событие, да, там, может произойти. Конкретно с этим человеком считаю, что, например, почему именно вот на таком стартовом уровне здесь не происходит такое, там, например, макрособытие, ну, позитивное, предположим. Это может быть разный уровень, там, некое творческое, значит, действие, там, для конкретного человека, там, ну, и так далее. Это может быть любое действие, главное, что оно абсолютное действие. И вот, когда человек его рассмотрел, то, в принципе, проблем нет. Получается, что он вполне, скажем так, видит действительно вот этот вот макросвой уровень реально. Вот здесь надо четко отождествлять, что это макро уровень, который будет реально осуществлен. И, в принципе, вот, например, там, стратегические прогнозы делаю, я точно знаю, там, если, там, меня касается, или вообще других систем, где есть именно обязательное свершение управления. Получается, что здесь желательно вот в своей практике все равно вот эти вещи как-то находить. По возможности искать вот этот свет, практически, как бы, макрособытие, которое идет по отношению к вам. И вот здесь вы уже видите свойства этого пространства, то есть там идет сливание с временем, например, будущего. То есть вы видите, что текущий ваш уровень просмотра, это есть, значит, настоящее время, слившееся, например, с будущим, практически. То есть идет вытягивание структуры текущего времени, и тогда получается уже статичное управление. То есть получается пространство, пространство событий. Вот именно когда текущее время, где есть конкретные текущие события, сливается с абсолютным уровнем будущего, то получается, что вы как бы реализовываете пространство текущего времени. То есть что есть реализация пространства текущего времени? Есть дом, есть какие-то растения, но самое главное, есть люди, и нужно реализовывать их задачи. Вы участвуете в процессе, что этот процесс выглядит как то, что вы в большом объеме информации участвуете на уровне конкретных связей. Эти связи очень сильно от вас зависят, то есть вы это чувствуете, вы видите все уровни каких-то контактов, явные, неявные, и двигаетесь сообща вместе в это будущее. Когда уровень обобщенного или совместного движения вы осознаете, очень многие процессы улучшаются, по крайней мере, с точки зрения макро-безопасного развития, это точно. По каким-то частным задачам вы кого-то вытягиваете, кого-то направляете, чтобы он, имеющий опыт, кого-то научил, начинаете регулировать со временем этот процесс. Но, по крайней мере, если задаться вопросом, куда все люди двигаются одновременно, они двигаются все одновременно, если задаться направлением, они двигаются в будущее. Что делают они одинаково? Они двигаются в будущее, на уровне духа. И когда поставить вопрос, тогда они могут объединиться и двигаться более синхронно. А вот объединением является как раз-таки отсутствие разрушения, созидания, потому что в будущем это есть структура, где нет разрушения. Если предположить, что элементом объединяющим является разрушение, то будущее уже как оно может существовать? Если элемент в основном, ну, кристалл растет, если заложить структуру разрушения в его будущем росте, ну, там, стакан лопается, да, тогда, получается, он же не может там вырасти в бесконечную фазу. Значит, созидание – это, получается, единственный вариант развития. То есть это просто как бы как закон вообще-то. И получается, что исходя из этого, если мы хотим соблюдать, ну, законы не просто соблюдать, а вообще говоря, реализовывать, то есть жить свободно, это значит знать, какие законы существуют. По возможности, там, больше законов человек знает, значит, он более свободен. И получается, вот этот уровень управления такой, что вы начинаете дифференцировать тогда, там, уже дальше, значит, пространство от времени. Как только вы увидели абсолютное время, вы попадаете, кстати, сразу же в текущее пространство. Вот обратите внимание, сознание моментально переходит в текущее время. И здесь, как бы, вот текущее время, вы можете посмотреть, там, на миллиард лет куда-то вперед, да, и как только вы увидели хотя бы одну абсолютную плоскость, там, где есть элемент абсолютной реализации, то вы попадаете сразу в текущую координату. Это о чем говорит, вот логически, что в любой устойчивой системе вы находитесь практически и сейчас, да, и там. Логически, действительно, так, чтобы вы находились там, вы должны, по крайней мере, сейчас ее так, более-менее благоприятно там чувствовать, например. И получается, что это и логическая фаза перехода. А вот этот вот уровень мгновенного перехлёста, как бы, да, когда сознание выбрасывает, фактически, как бы, вот, не то что, выглядит, как моментальный выход сознания в текущую точку. Это же, или даже, практически, как бы, мгновенно, он даже не ощутимо. А ведь для Бога же тоже так, он же всегда находится и в бесконечности, да, и находится здесь. И получается, что, когда вы уже учитесь действовать такими сверхбыстрыми процессами, то есть умение моментально находиться, как бы, на уровне, как бы, органического, что ли, плана управления, то есть не делать разрыва между текущим временем и бесконечным, все, вы попадаете в устойчивое действительное управление, вам совершенно ясен ваш следующий день, там, ваши следующие года, там, хоть бесконечность, пожалуйста, посмотрите и увидите себя там. Здесь только чисто, как бы, уровень больше логический, вот, всем ли привычно видеть себя в бесконечности, вот и все, только вот этот параметр светится, больше ничего. Если вы посчитаете, что вам привычно себя видеть бесконечно, значит, вы все, бесконечно живете. Значит, вот здесь вот элемент, ну, как бы, больше, как раз-таки, вот, воспитание коллективного сознания, как, ну, психология, восприятие, больше ничего там нет. И поэтому, получается, вот, в этой системе управления постарайтесь, вот, выйти вот в эту систему устойчивого управления, где вы не видите разрыва между текущим и бесконечным временем. И вот, когда вы это уже осуществляете все, управление через будущее время реализовано, вы точно уже получаете свое, причем, созидательное, в определенной степени, даже абсолютно созидательное событие. Это очень, вот, в этом плане, достаточно мощная система управления, гарантирующая устойчивость в получении результата. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.